Всем привет! На нашем канале много раз поднимали вопрос про бренд Fluke. Будем смотреть популярную модель относительно в недорогой ценовой категории. Так что всем приятного просмотра! В комплект поставки входит сертификация ответствия с датой поверки. Это китайский мультиметр. Рождается сразу вопрос, включен ли в государственный реестр средств измерения в Российской Федерации или это только для внутреннего китайского рынка. Руководство пользователя на английском языке одновременно для четырех приборов. Счетчик измерения до 4000 единиц с частотой обновления 3 раза в секунду внушает доверие и приличный вес прибора. Видим все основные технические параметры приборов, также точность приборов и допустимые отклонения. Снимать показания температуры в данной линейке позволяет только модель 17B+. И для этой цели видим фирменную термопару в комплекте. Неплохие шипы, но это не силикон. Есть изоляционные наконечники. И длина проводов порядка 130 см. Опорная ножка открывается-закрывается легко. Есть отличная фиксация на плоскости. Прекрасная работа селектора. Никаких случайных приключений. Чехол хочется, чтобы прилегало более плотно, учитывая стоимость прибора. А так видим отличное качество изготовления и высокое качество материала. Ток коммутации силовой части до 10 А. Цепи коммутации малых токов это 400 мА. И данная цепь позволяет измерять как мА, так и мА. И здесь все остальные измерения, в том числе измерения высоких напряжений вплоть до 1000 В. Или 600 В в зависимости от степени и категории безопасности. Отсек для элементов питания радует возможности установки элементов питания. Стандарта 2А, две штуки. Первое включение прибора и первое впечатление это отличная читаемость. Крупные цифры и достаточно большой дисплей. Есть также отличная равномерная подсветка по всему дисплею. Подсветка не такая яркая, но достаточно комфортная для восприятия в темноте. Отличные углы обзора, по вертикали есть переход контраста, но это беда не конкретной модели, а вообще технологии жидкокристаллических дисплеев монохромных. Качество дисплея без паразитной засветки, близкое по качеству с мультиметрами от бренда Unit Trend. Подсветка гаснет примерно через 2 минуты, но здесь есть хорошая функция, которая позволяет убрать это ограничение. Для этого на выключенном приборе удерживаем нажатой данную кнопку, включаем прибор, появляется такое значение и теперь подсветка будет работать, пока прибор автоматически не отключится. Автоматическое отключение происходит при бездействии порядка 20 минут. Ну а чтобы отключить функцию Auto Power Off, для этого тоже на выключенном приборе удерживаем уже желтую кнопку нажатой, включаем прибор и теперь отключили сразу две функции. То есть можно включать бесконечно и подсветку дисплея, также прибор даже при бездействии будет работать бесконечно долго, вплоть до полного опустощения элементов питания. С помощью кнопки Hold можем зафиксировать показания измерения, а с кнопкой Range можем менять десятые, сотые, тысячные доли измерения. А при удержании нажатой кнопки возвращаемся в автоматический режим, то есть автоподбор диапазонов измерения. Первые измерения напряжения бытовой сети, индикатор предупреждает опасное высокое напряжение, ну и на дисплее дублируется знак внимания. И для того, чтобы переключиться в режим измерения частоты, можно воспользоваться отдельной кнопкой частота и процентное соотношение. Еще одно нажатие скважность и снова возвращаемся к напряжению. На переменном напряжении видим прибор распознает самые малые амплитуды. Есть попытки точного извлечения истинного среднеквадратичного значения измерения, а с более высокой амплитудой уже смотрим более точные показания измерения. В чем можем убедиться и на примере осциллографа Райгл. При увеличении частоты до 1 кГц смотрим, почти не меняется истинное значение, а в разделе частоты 1 в 1 повторяет значение показания измерения. На 1 кГц также смотрим значение измерения под разные формы сигнала. Достаточно быстрое измерение и быстрая стабилизация показания измерения. Пиковой амплитудой 5 вольт смотрим максимум извлекает частоту чуть более 500 кГц. С увеличением амплитуды смотрим отлично отображает и значение 1 мегагерц. Дальше уже показания плывут. На мультиметре также есть возможность фиксации максимальных значений измерения. То есть прибор будет стараться фиксировать максимальные показания измерения. И еще одно нажатие это уже будут фиксироваться минимальные значения измерения. А чтобы выйти из этих режимов снова удерживаем нажатой данную кнопку. Пробуем измерение постоянного напряжения. Достаточно точные показания измерения. На примере высокоточного блока питания RYGLE в грубом режиме измерения смотрим. Также достаточно точные показания измерения 10 мВ. Самое главное с увеличением напряжения не набегает погрешность. Примерно на 4,5 вольта диапазон измерения переключается в более грубый режим. И при возврате назад смотрим достаточно большой гистерезис. Измерение элементов питания также происходит достаточно быстро. В данном режиме также смотрим возможность переключения в ручном режиме диапазона измерения. Теперь смотрим возможность измерения милливольтов. Одна цифра после запятой это уже микровольты. Но здесь нет возможности выбора диапазона. Смотрим на хорошую точность. Здесь мультиметр показывает той цифры, которого нет на блоке питания. Максимум милливольты возможно измерить чуть более 400. После которого прибор переходит в режим перегрузка. И в данном приборе есть еще одна замечательная функция. Рейл режим относительного измерения. К примеру у нас есть напряжение эталонного элемента питания. От которого будем отталкиваться в качестве относительной точки измерения. И нажимая кнопку рейл обнуляем результат. И все последующие измерения при подборе одинаковых компонентов, элементов и так далее. Будут производиться относительно этого нуля в плюс или в минус. То есть таким образом подбирать с более-менее максимально приближенным значением компоненты. Следующий функциональный режим начинается с измерения сопротивления. Здесь тоже с кнопкой range меняем мегаомы, омы, килоомы и так далее. Либо для возврата в авторежим снова удерживаем нажатой данную кнопку. Измерение стабилизации показаний измерения сопротивления происходит очень долго. Поэтому видео идет в ускоренном режиме. Но точность измерения хорошая. Это возможно и благодаря почти нулевому сопротивлению и самих шупов. В целом смотрим очень близкие по точности показания измерения. С увеличением сопротивления видим меняется скорость измерения. Измерения проходят гораздо быстрее. Ну и как видим измеряют даже 24 мегаом. В режиме прозвонки с родными шупами отклик не очень хороший. Меняем их на высококачественные с покрытием шупы от бренда Unitrend. Очень точный, быстрый контакт. Ну а вот скорость отклика не такой быстрый, как хотелось бы. А вот размыкание здесь очень хорошее. Нет никаких следов. И все достаточно мгновенно. В режиме теста диода довольно малое напряжение на шупах. Всего 2,36 вольт. Смотрим тест диода. Есть падение напряжения. Пробуем зажечь светодиоды. Видим зажигает не все светодиоды из-за более низкого напряжения на выходе. Хотя некоторые успешно показывают падение напряжения. Но и неплохо зажигает. Еще такой небольшой тест на лампочке. Здесь также есть тусклое зажигание. Еле заметное, но нет индикации падения напряжения. Пробуем измерение конденсаторов емкости. Здесь можем наблюдать достаточно быстрое измерение. Измерение 250 пикофарад. А вот емкость в 22 пикофарада. Результат не очень точный. Ну и смотрим. Измерение более высокой емкости. Тоже без результата. В цепи коммутации более высоких токов есть возможность увидеть все миллиамперы. Полезная функция для автолюбителей для измерения тока утечки. Но по точности видим есть совсем незначительное отклонение. И самое главное с возрастанием токов смотрим погрешность разница не суммируется. И показывает довольно точный результат. В режиме измерения миллиамперов здесь конечно точности будет повыше. Видим и две цифры после запятой. Это уже микроамперы. Смотрим после 40 миллиампер. Есть переключение уже с одной цифрой после запятой. И в обратном порядке есть достаточный гистерезис. И в данном режиме есть возможность измерения максимум чуть более 430 миллиампер тока. После чего уходит в перегрузку. Переменные малые токи тоже прекрасно распознают. Полезная функция для тех кому интересно. К примеру узнать ток холостого хода трансформатора. Ну и в зависимости от формы сигнала и частоты есть достаточно стабильные показания измерения. В режиме измерения микроамперов здесь также можем видеть еще одну цифру после запятой. Здесь также смотрим при достижении порога 400 микроампер. Переключается в режим измерения уже только целых чисел микроамперов. И в обратном порядке есть достаточный гистерезис. И максимум микроамперов измеряет примерно разрядности счетчика измерения. То есть 4000 и даже чуть больше. И крайнее положение измерения температуры. Здесь с помощью желтой кнопки можем менять режим измерения из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. При установке видим идет быстрая стабилизация. Смотрим измерение температуры на примере кипения воды. Достаточно быстрое обновление показания измерения. И видим процесс кипения завершается близкой к значению 100 градусов Цельсия. Еще такой тест. Пробуем запустить прибор с помощью 2 вольт напряжения. Есть попытка, но не хватает напряжения. На 2,2 вольта. Отличный результат. Прибор не отключается. Но при этом есть индикатор низкого заряда. Но при этом очень низкий ток потребления. При нормальном напряжении в 3 вольта потребление тока становится еще ниже. После автоматического отключения прибора. То есть в режиме ожидания прибор не потребляет ток. И в даже режиме микроамперов. Ну и потребление тока в выключенном состоянии. Смотрим все нули. И в режиме микроамперов также видим прекрасный результат. Теперь заглянем в начинку прибора. Поддержите развитие канала лайком, комментарием и не забудьте подписаться. Видим есть отличная маркировка компонентов. Ну и естественно прекрасная пайка. Как организована защита. В том числе и механическая защита от попадания пыли вовнутрь. Здесь уже гнезда шупов изолированы заглушками. Ну и самое что бросается в глаза. Это крупные предохранители. Длина которых порядка 305 мм. И сечением почти в 1 см. В целом неплохие впечатления. Очень добротная сборка. И надежный крепкий прибор. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует.